Здравствуйте! Меня зовут Михаил Шилов, я автор проектов www.budushim.ru, www.budublog.ru и www.makevara.ru В этом видеоподкасте я хочу осветить такой важный вопрос, как всесторонняя проработка кулака на макеваре, а именно набивка кулака со всех сторон, то есть не только в ударных поверхностях, которыми вы постоянно работаете, то есть те, которые считаете для себя основными и базовыми, но и всех остальных. Дело в том, что ударники очень часто работают только несколькими ударными поверхностями, которые находятся на кисти. Это, прежде всего, сейкен, вот эти две костяшки, эти три костяшки, да, также некоторые бьют уракен с тэцуй и тэйшу. Вообще, этот арсенал я для себя считаю, в общем-то, вполне достаточно. То есть, вот я лично максимально много работаю в кумите, это сейкен, тэцуй, шуто, тэйшо. В общем-то, все. Но на макеваре я обязательно, когда занимаюсь набивкой, укреплением ударной части и набивкой ударной поверхности, я прорабатываю абсолютно всю кисть. То есть, я работаю и шуто, и хайто, и хайше, и уракен, и какуто. Абсолютно все части прорабатываю. Все, что можно. Обязательно, конечно, сейкены, эти три костяшки. То есть, все эти части кулака я прорабатываю. Зачем это нужно? Даже если вы эти удары не используете в бою, комплексная проработка такая всесторонняя, она нужна для того, чтобы кулак закреплялся со всех сторон. Дело в том, что работа на макеваре в плане набивки, а не постановочного приема. Да, когда вы работаете постановочный прием, там вы, да, прорабатываете те приемы, которыми вы реально собираетесь вести бой. То есть, которые вы будете использовать реально. В реальном, самостоящем бою. При набивке вы прорабатываете все. Почему? Оружие нужно руковать. Когда мы набивкой занимаемся, мы курем оружие. Да, набивка разная бывает. Она поверхностная бывает, бывает более углубленная. Это не тема данного подкаста, но тема данного подкаста та, что оружие нужно оббить со всех сторон. Дело в том, что если мы постоянно занимаемся набивкой в одном направлении, одной какой-то части, например, мы работаем с этим постоянно, то наши кости, ударная, вся поверхность, ударная часть, ударное звено испытывает нагрузку, противоположную вектору силы самого приема. То есть, кости все, все суставы, связки все испытывают вот такую вот, ну как осевую, продольную. Но не испытывают вот такую поперечную нагрузку. И, соответственно, кость, она перестраивается таким образом, чтобы компенсировать данную нагрузку. То есть, и костные балки перестраиваются так, чтобы лучше противодействовать вот данной нагрузке, но совершенно не приспособлены, чтобы противодействовать какой-то поперечной нагрузке. Это очень важный момент. Так же перестраивается. И мышечный тонус, и связки, и соединенно-тканые, то есть, элементы, они все направлены на то, вот эти компенсаторные гипертрофии, чтобы компенсировать те нагрузки, которые испытывает ударная часть. Вот. А кость и ударная часть должна быть закреплена комплексно. Она должна вся представлять из себя. Молоток. Если это кулак, то он реальным кулаком и должен быть. То есть, вы сжали кулак, а какой бы часть приносили удар, или по какой бы части удар не нанесли вам, ваша лука должна выдержать это все. Потому что вы не знаете, чем вы реально будете бить. То есть, вы можете бить и кулаком этой частью, а попасть этой частью кулака. Мизинцем там, да. Вы можете бить и кулаком, а попасть сомтыльной поверхностью кисти. Что угодно может быть. И ваша лука должна выдержать это дело. То же самое касается и голени. Вот, смотрите, наша голень. Большеверцовая кость, она выдерживает вот так и семью нагрузку до полутора тонн. Но есть исследования, которые показывают, что и больше. То есть, если на согнутую галине ногу, тогда поставить ее, положить на какую-то лавку, а сюда положить вес полутора тонн, она спокойно выдерживает. Но если положить вот на такую ногу этот вес, то нога, собственно, на поле. Потому что она не держит нагрузку поперечную, она держит осевую. Потому что всю жизнь мы ходим на прямых ногах, и кости устроим так, чтобы держать осевую нагрузку. Если же мы занимаемся набивкой всесторонней, обрабатываемой лак со всех сторон кисти, то кости начинают гипертрофироваться таким образом, чтобы компенсировать любые нагрузки, любые связки, точно так же гипертрофирующие мышцы, и тогда оружие действительно становится целью. Понимаете, молоток, если он состоит из пены и имеет только шлюпку металлическую, как ударную поверхность, хорошо подготовленную, конечно, ударной поверхностью можно ударить очень сильно, будет жесткий удар и все такое прочее, но если молоток будет цельный, то бить можно будет любой совершенно часть, и на отмашки, и самый ударный подступник, любой другой. А самое главное, что если по нему нанесут удар, ему ничего не будет. Если у вас пулат крепкий, выкованный, оббитый со всех сторон, монолитный, то это действительно оружие. Если же он имеет только какие-то ударные поверхности, которые готовы к удару, остальная часть не готова к удару, или не готова к нагрузке выдерживаться, это не оружие. Понимаете, такое оружие, оно обладает гораздо меньшим потенциалом, гораздо меньшими возможностями, оно требует гораздо большего ухода, и оно прихотливое. И более того, оно аутотравматично, то есть вы можете сами его и повредить, не говоря уж о том, что повредить его может вам, ваш оппонент. Поэтому, когда вы занимаетесь набивкой, то наносите удары всеми ударными поверхностями, которые только существуют в карате, или в других видах боевых искусств. Обязательно используйте все ударные поверхности. Это принципиально. Не для того, чтобы ими потом бить, а для того, чтобы укрепить комплексные и всесторонние кисти и ваше основное оружие. Потому что только реально подготовленное оружие, рука, реально превращенная в молоток, может дать вам абсолютную уверенность в том, что вы сможете использовать это оружие по полной программе. И то, что вам остается целым. Поэтому обязательно всесторонняя проработка на этом, в этом моем подкасте я все сказал, резюме тоже высказал. Даже если вы не бьете Хайту, Хайшу, Уракен, Капуту и другими частями, при набивке обязательно используйте эти части и набивайте их. При постановке можете не использовать, но при набивке обязательно. И как при поверхностях, так и при глубоках. Все, спасибо. Продолжение следует...